ЗОН РАНГ Перед нами свежая картина места расположения лучших команд и кибератлетов мира. Тот, кто ищет именно удобную игровую клавиатуру, отныне будет удовлетворен. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир. FIFA 07 с российского LAN-финала. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. После завершения жеребьевки World Kyber Game 2007 по StarCraft сразу стал вопрос относительно шансов наших ребят на благоприятный результат в Сиэтле. Напоминаем, что предыдущий год был, откровенно говоря, провальным за всю историю чемпионатов мира. Ни один из трех представителей России не вышел из группы. В этом году нашим киберспортсменам достались соперники послабее, поэтому шансов выйти из группы у них намного больше. Остается пожелать нашим геймерам удачи и красивых побед. Все в их руках. Подходит к концу Prime Nations Tournament, один из самых интересных онлайн-турниров в киберспортивном пространстве по моду для игры Warcraft 3 Dota, в которую уже успели провозгласить своеобразные олимпиады в этой дисциплине. В финале нижней сетки встретились два непримиримых соперника. Сборная России и Швеции. Победителя этой встречи ждала финальная встреча с Данией и перспектива выиграть приз за первое место в размере 1000 евро. В упорном поединке наша сборная таки добилась победы с минимальным перевесом. Легендарная шведская команда NIP попадет в книгу рекордов Гиннеса. Ниндзя в пижамах станут первой гейминговой командой, у которой имеется свой спортивный агент. Йохан Стрёмберг был привлечен в команду, чтобы помочь ей в новых начинаниях, после того, как бывшие игроки СК в 2005 году решили воссоздать один из самых титулованных проектов на территории Скандинавии, да и всего остального мира. NIP станут частью книги рекордов Гиннеса в феврале 2008 года, когда новое издание появится на прилавках магазинов. А Zone Rank тем временем вновь обновили свои модные рейтинги, и перед нами свежая картина, место расположения лучших команд и атлетов мира в рейтинге по мере их выступлений за предыдущий месяц. К слову, сентябрьское обновление не принесло никаких положительных или отрицательных эмоций. Все позиции во всех трёх рейтингах остались практически незыблемы. Радуется глаз разве что поднятию на одну позицию вверх кулера, да и пару изменений в Warcraft рейтинге при желании всё же можно увидеть. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим, как играть против схемы 4-3-3 в игре FIFA 07. Данная схема весьма опасна своими контратаками и возможностью играть как по центру, так и по флангу. Против данной схемы лучше всего играть либо 4-1-2-1-2, либо 4-4-2. Играя первой схемой, необходимо поставить опеки крайних защитников. На крайних нападающего и опорного защитника, и на центрального нападающего. Этой тактикой хорошо проходить по центру на контратаках, не опасаясь, что у тебя отберут мяч и упекут в ответную контратаку. Тактикой 4-4-2 можно играть без опек, но обязательно в защиту, так как если не поставить защитную тактику в игре, обязательно будут случаться провалы, и соперник будет часто ловить на контратаках. Играть против 4-3-3 следует не торопясь и стараться играть флангами, так как у соперников всего три полузащитника, но и намеренно потормаживать не стоит. В защите надо играть аккуратно и не бросаться сломя голову на нападающих. Ведь если он уйдет от вашего игрока, то у него будет масса вариантов, как забить гол. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. И играйте в футбол. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Тот, кто ищет именно удобную игровую клавиатуру, отныне будет удовлетворен. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир. FIFA 07 с российского LAN-финала. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Набор AFOTEC 80P состоит из беспроводной оптической радиомышки и беспроводной мультимедийной радиоклавиатуры. Набор вобрал в себя одновременно и прелести ставших уже привычными мультимедиа-клавиатур и преимущества пирамидальной эргономики. Вместе с тем, есть определенное количество странностей, которые граничат с недостатками. По своей же функциональной оснащенности, этот набор не привнес с собой ничего нового или особенного в этой области. Наушники Motorola S805 громоздкие, и их нельзя спрятать под шапкой. Аудиосигнал передается посредством беспроводного соединения Bluetooth 2.0. Радиус действия наушников составляет порядка 9 метров. Присутствуют технологии подавления шумов и эффекта эко. Несмотря на большие габариты, наушники могут проработать до 17 часов в режиме проигрывания музыки, а вес их не превышает 110 граммов. За комплект, в который входят наушники, провод, футляр и зарядные устройства, придется заплатить 3000 рублей. Гонконгская компания Quataris в скором времени представит 19-дюймовый ЖК-телевизор под названием QuaNext, который работает на модифицированной версии Linux. Особенностями девайса станут процессор Intel, 2 гигабайта оперативной памяти, жесткий диск объемом 220 гигабайт, CD-дивиди-привод, а также разрешение экрана в 1440 на 990 пикселей. В одном этом устройстве сочетается DVD-плеер, компьютер и ЖК-телевизор. Девайс можно переключать между режимом компьютера и телевизора посредством дистанционного управления. Тот, кто ищет именно удобную игровую клавиатуру, будет удовлетворен Wolf King Wario. Хотя 54 клавиши могут показаться недостаточными для некоторых игр, но зато размеры этих кнопок оптимальны. По цене около 1000 рублей продукт очень интересный и долю внимания обязательно получит. Более того, если рассмотреть комплект внимательнее, то вырисовывается очень даже неплохой готовый геймерский набор, который приятно не только подарить, но и купить в личное пользование. Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть матч, прошедший в рамках лан-финала турнира Куикхоста. Мы будем транслировать финал лузеров, в котором встретились два известных игрока. Павел Изидим Вэр, Занин и Иван Рейдж-Калиниченко-Аверьянов. Павел является одним из ветеранов FIFA. Он уже дважды представлял нашу страну на гранд-финале World Cyber Games в Корее и уже пять лет играет за нашу национальную сборную. Из группы он вышел со второго места, уступив лишь Дигнитос Павчик. Иван Аверьянов – это одно из молодых дарований этого года. После великолепных выступлений на осеннем Астусе, Х4 и других крупных лан-турнирах, капитан нашей сборной Х4Алекс сразу пригласил его в сборную, в которой он отлично себя проявил. Эта игра должна получиться очень интересной и напряженной, так как оппоненты используют совершенно противоположные тактики. Рейдж-Калиниченко использует 4-3-3, бразильская схема, а Изи-Тим-Вэр – 4-4-2. Вот происходит подсоединение и Тим-Вэра, игроки выставляют тактики и жмут старт. Мы смотрим матч от экрана Рейдж-Калиниченко. Он ставит паузу, меняет камеру и выбирает игровую тактику. Он ставит разыгровку на троих и игру флангами в защите. Эта тактика рассчитана на быстрые контратаки, также она очень способствует игре навесом. Игра идет равная. Рейдж-Калиниченко больше в атаке. На девятой минуте игры он делает удачный прострел, но вратарь сумел два раза отбить мяч, и И-Тим-Вэр вывел мяч в аут. И-Тим-Вэр перехватывает инициативу и, переводя с фланга на фланг, выводит игрока на ударную позицию. Игрок промахнулся мимо ворот. Оба игрока достаточно грамотно играют в защите, и опасные моменты пока что не возникают. Нужен гол, и игра сразу пойдет веселее. На 24-й минуте игры Рейдж-Калиниченко создал неплохую контратаку, но вместо разыгровки решил пробить издали, и вратарь взял мяч. И сразу же И-Тим-Вэр обегает в ответную контратаку, протащив по флангу мяч. Хави делает великолепный навес на И-Ту, который принимает мяч и отправляет его в ворота. Так, на 27-й минуте матча счет открыт. 1-0. Ведет И-Тим-Вэр. Рейдж-Калиниченко сразу же переходит в атаку и получает момент для реализации. Но вратарь И-Тим-Вэр опять отбивает мяч. И-Тим-Вэр пытается организовать контратаку, но у него не получается. Рейдж-Калиниченко пытается повысить скорость игры за счет быстрых пасов в одно касание. Страсти начали накаляться, и на 41-й минуте игрок Рейдж-Калиниченко получает желтую карточку за подкат. Подходит к концу первый тайм. Уже пошло добавочное время, и Рейдж-Калиниченко опять получает возможность отыграться. И-Ту делает прекрасный рывок с центра поля, выходит на рандеву с вратарем, и вратарь опять спасает И-Тим-Вэр. Первый тайм получился захватывающим. Будем надеяться, второй будет таким же. Начался второй тайм. Рейдж-Калиниченко активно прессингует, но И-Тим-Вэр тоже не остается в долгу. Но опасных моментов пока что не было. На 56-й минуте Иван делает прекрасный навес, но плохо пробивает игроком. Похоже, что Рейдж-Калиниченко не хватает в конце терпения и нервов, чтобы замкнуть комбинацию. 63-я минута, и вратарь Рейдж-Калиниченко принялся за работу. После прекрасного навеса от И-Тим-Вэр игрок пробил недостаточно сильно, позволив вратарю отбить удар. И тут же произошло добивание, опять-таки слабой по силе, позволив защитнику выбить ваут. Вбрасывание произошло с очень опасной позицией, и И-Тим-Вэр сумел реализовать момент. Счет становится 2-0 в пользу И-Тим-Вэр. Пропускать Рейдж-Калиниченко уже нельзя, так как осталось играть всего 25 минут игры. В таких матчах это немного. И-Тим-Вэр усиливает прессинг, стараясь додавить оппонента. И на 75-й минуте Рейдж-Калиниченко ловит И-Тим-Вэр на контратаке. Сделав прекрасный навес на Рональдинью, он не ошибается и замыкает прекрасным ударом в ближний угол навеса. Игра становится интересной. 15 минут игры и разница всего в один мяч. Видно, что оба игрока очень нервничают, ведь ошибка будет стоить гола. И-Тим-Вэр ошибается в центре поля, и на 88-й минуте Рейдж-Калиниченко получает прекрасную возможность отыграться. Он пробегает по флангу, делает великолепный перевод на левого нападающего, приближается к ватарю и решает пробить в ближний угол, хотя на дальней штанге стоял его игрок. И не забивает, выжив слишком малой силы. Да, нервы дают о себе знать. Судья добавляет к игре 3 минуты, так что время еще есть. И-Тим-Вэр выставил дополнительное время. И игра завершена. Со счетом 2-1 в упорной борьбе победил и Тим-Вэр. Поздравляем его с таким удачным матчем. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok